Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Два года тюрьмы за разжигание национальной розни. Полковник в отставке Квачков выслушал приговор. Из Самары без пробок. Красноглинское шоссе расширяют до четырех полос. Настало время генеральной уборки. Волонтеры вышли на Волжский берег. Эксполковнику главного разведывательного управления Квачкова на полтора года увеличили срок. Он проведет в заключении два года с ограничением свободы на год. Его признали виновным по статье возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Уголовное дело завели в связи с размещением весной 2015 года в Ютьюбе видеообращение Квачкова. Через год ему предъявили обвинение. В ролике нашли признаки экстремизма. В суде бывший полковник своей вины не признал. Адвокаты просили прекратить уголовное преследование их подзащитного в связи с отсутствием состава преступления. Как отмечал адвокат Сергей Орлов, видеоролик по данным следствия разместили в интернете неустановленные лица. По его словам, у Квачкова, отбывавшего в это время наказание в колонии по другому судебному приговору, не было никакой возможности разместить видеообращение в сети. Обжаловать в апелляционном порядке мы будем. Почему? Во-первых, ухудшить положение нашего подзащитного уже ничто не может. В общей сложности это два года. Улучшить положение возможно. Улучшение положения мы видим в вынесении оправдательного приговора в связи с отсутствием состава преступления в действиях нашего подзащитного. Безопасные, качественные дороги. Таких в Самаре области становится все больше в этом году. По федеральной программе в регионе приведут в порядок 93 дороги. Это почти 300 километров. Больше половины из них в Самаре. Работы ведутся уже на улицах Дебенко, Галактионовской, проспекте Масленниково, а также на большом участке Красноглинского шоссе. На какой стадии сейчас ремонт и что изменится, расскажет Олеся Корецкая. Кто ночью не спит, а работает, тот мы и дорожные рабочие. На участке Красноглинского шоссе, где сейчас идет ремонт, трудится 70 человек. За одну смену они срезают до 600 погонных метров старого асфальта. Три фрезы идут друг за другом, срезая слои дорожного покрытия. Работы на дороге ведутся ночью. Смена начинается в 22 часа и длится до половины седьмого утра. Движение не перекрывается. Машины едут по одной полосе по реверсивной схеме. Пока дорожники работают с нижним слоем. Впоследствии также производится работа. Будет производиться по укладке в районном слое на следующей неделе, а затем будет производиться уширение проезжей части. Попутно в дневное время идет обустройство прилегающей территории. Сейчас лесосечными работами занимаемся. Валим лес и вывозим пеньки на свалку. Работы идут на участке почти в 10 километров. От Волжского шоссе до моста через рек Усок. Это часть дублирующего маршрута к чемпионату мира по футболу. Проект масштабный. По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Рассчитан на два года. На ремонт направлено более миллиарда рублей. Ремонт на Красноглинском шоссе необходим. Из-за интенсивного движения на дороге появились колеи, превышающие нормы в три раза. По проекту здесь уложат несколько слоев специального покрытия из крупнозернистой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси по современным технологиям. Саму проезжую часть расширят почти в два раза. Сделают четыре полосы движения вместо двух. Все пешеходные переходы на данной дороге будут регулируемы, то есть с устройством светофоров и вызывной кнопкой для пешеходов. Также на оси данной дороги будет барьерное ограждение установлено. И барьерное ограждение будет установлено по краям автомобильной дороги. Все это позволит снизить аварийность на участке и сделать дорогу более безопасной для движения машин и пешеходов. Завершить ремонт Красноглинского шоссе должны в сентябре 2018 года. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События. Из парков и скверов перебрались поближе к воде. Активисты движения «Чистый город» убирают в Волжские берега. Что еще в планах у молодых экологов узнала Марина Кравцова. Жара, берег Волги. Но эти молодые люди не купаться и загорать пришли. Волонтеры движения «Чистый город» взялись за генеральную уборку береговой линии. Для экологической акции выбрали спуск лейтенанта Шмидта. Отдыхать здесь самарцы любят, но об экологии, видимо, не задумываются. Горы пустых бутылок и другого мусора волонтеры собирают в пакеты. Один такой мешок наполняется за пять минут. Ботинки, вот сейчас тоже где-то здесь арбузы. Сейчас сезон арбузов пошел, сейчас арбузов немного находишь. Молодые защитники экологии призывают всех бережно относиться к природе и к Великой реке. Попутно напоминают отдыхающим, что мусор легко донести до ближайшего контейнера. Радуются волонтеры, что ряды их продолжают расти. В этом году к движению «Чистый город» присоединились более 4 тысяч молодых людей. Наводить порядок в родном городе стало трендом. Вместе с молодыми людьми на уборку вышли и представители регионального отделения Русского географического общества. Весной общественные организации подписали с властями Самары соглашение о сотрудничестве. С огромной гордостью, наверное, с огромным желанием принимаем вместе с нашим молодым поколением участие в такой акции. И если, начиная с самого молодого возраста, мы не будем прививать любовь к нашему родному дому, к тому окружению, в котором мы живем, то, конечно, власть без общества сделать ничего не может. Самое главное – это общество. После уборки весь собранный мусор сразу же вывезут городские службы благоустройства. Мы оказываем содействие в инвентаре, в перчатках, в мешках, в вывозе отходов, которые были собраны, централизованы на полигоны. Ну и участвуем сами. Меньше часа дружный волонтерский отряд потратил, чтобы привести в порядок более 200 метров береговой линии. В планах не только продолжение экологических акций, но и просветительская работа со школьниками. Ребята вот в белых манишках, в белых футболочках «Чистый город», они очень здорово себя зарекомендовали. Они показались такой дружелюбной, дружной компанией, которой хочется присоединиться. Они уже сформировали какой-то план для себя. Это в осенний период. Будем рассказывать школьникам о том, как себя нужно вести, чтобы оставить экологию в покое и в порядке. После продуктивной работы можно и отдохнуть. Сотрудники библиотеки уже на чистом пляже провели для молодежи викторину на экологическую тематику. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Заработали подарок. Жителям двух дворов промышленного района вручили сертификаты на установку систем видеонаблюдения за победу в конкурсе «Чистый город». Весной активисты выходили на субботники и навели порядок там, где живут, за что и были поощрены. Во дворе у победителей побывала Мариана Мирная. Всего через пару месяцев здесь, на заводском шоссе 56, появятся системы видеонаблюдения. Жители получили сертификат на ее установку. Это позволит повысить безопасность в отдаленном микрорайоне, где очень много семей с маленькими детьми. Дети у нас очень довольны этим площадкой, очень-очень довольны. Детей очень много, по 200, по 150 человек каждый день, и родители все. Порядок у нас не пьют, никто ничего, все соблюдают, курить даже выходят за детскую площадку. Люди очень активные. Посмотрите, сколько у нас жителей, как бы старожилы этого района. Они переживают за свой микрорайон, и они очень активными оказались жителями. И вот эта инициатива, что люди сами берут ответственность за свои дворы, это работает на все 150%. Это один из трех дворов промышленного района, в котором скоро жизнь станет еще комфортнее. Уже на днях сюда приедут технические работники и составят график установки видеокамер. Самый главный результат – это то, что мы с вами, как граждане, я точно так же, как житель, мы приучаемся к хозяйскому отношению, к своему имуществу, к своему двору, к своей малой родине. Из этого складывается наше отношение к нашему городу, к нашему государству. Такие сертификаты получат всего 27 дворов города, по три на каждый район. Программа поддержки активных жителей обязательно продолжится. В городе разрабатываются дополнительные варианты поощрения дворов, которые сами вкладывают силы в наведение порядка. Марианомерный Максим Гусев, События. Райский сад посреди урбанистических джунглей двор на Новосадовой 250. Местный житель Александр Девитьян благоустраивает своими руками уже много лет. Одними клумбами дело не ограничилось. Мужчина установил лавочки, урна, а урожай с плодовых деревьев и кустарников раздает детям. Восемь часов каждый день уходит на полив придомового сада. С 2003 года простой житель дома номер 250 по Новосадовой Александр Девитьян начал создавать красоту там, где живет. Началось все с пары клумб. Теперь вокруг дома вишни, сирени, липы и даже смородина, малина, крыжовник и помидоры. 13 яблонь сортовых, которые в этом году дети все полностью до одного яблока оборвали. Малина тоже, клубника у меня там, крыжовник у меня там. Все дети съели. 3000 цветов внутри урбанистических джунглей сразу бросаются в глаза. Он у нас такой один, говорят женщины, которые помогают Девитьяну ухаживать за растениями и готовы оказывать садовнику любое содействие. Такие люди, конечно, делают нашу жизнь интереснее, крепляют веру в добро, естественно, в хорошее отношение между людьми. С каждым годом райский сад Александра Девитьяна разрастается все больше. У мужчины осталась одна невыполненная мечта, но в следующем году он дал слово ее осуществить – высадит хвойные деревья. Мариана Мирная, Василий Колдашов. События. Сегодня ночью 59 самарских мусульман отправились в хадж. Хадж – паломничество. Сначала они доберутся автобусом до Казани, потом самолетом отправятся в Дубай. Затем им предстоит пройти путь пешком. С собой можно взять только и храм, и молитвенник. Совершить хадж, согласно религии, хотя бы раз в жизни должен каждый мусульманин. А теперь коротко о других темах дня. Опасные игры на железной дороге. Двое подростков погибли под колесами поезда в Кенельском районе. Трагедия произошла на 1129-м километре железной дороги перегона Кенель-Алексеевка. Поезд смертельно травмировал двоих подростков 12 и 14 лет. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В 500 рублей обойдется издевательство над животными в прямом эфире родителям кенельских школьниц. Такое наказание им назначили на заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Напомним, шокирующее видео издевательство над котом появилось в сети 15 августа. Две сестры 13 и 7 лет мучили животное, кидая его об стену. А третья девочка снимала это на камеру. Жители Новокуйбышевска задержали мошенника, который представлялся работником горгаза. Мужчина вошел в квартиру и потребовал паспортные данные пенсионеров. После чего стал проводить осмотр газового оборудования. Затем заявил, что необходимо срочно купить новое за 7 тысяч рублей. Хозяин квартиры полез за деньгами, а его жена позвонила сыну. Тот сразу приехал к родителям, а звонок в горгаз окончательно убедил. Перед ними мошенник. Злоумышленника доставили в полицию. Дорожный конфликт закончился рукопашный. В сети появилось видео очевидцев. Таксист на Киарио выехал на полосу встречного движения. Однако принципиальный водитель десятки отказался уступать дорогу автохаму. После словесной перепалки на водителя десятки накинули сразу двое мужчин. Нанесли удары и повредили автомобиль. После чего сели в машину и уехали. Автор съемки назвала номера автомобиля автохама, а также пообещала передать видео потерпевшему. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера одного из учебных заведений области. 55-летней женщине предъявляется обвинение в краже денег со студенческих банковских карт. Бывший бухгалтер образовательного учреждения Нефтегорского района не выдавала студентам банковские карты, куда перечислялась государственная стипендия. Она сама обналичивала денежные средства с карт и тратила их на собственные нужды. Таким образом, женщина похитила 650 тысяч рублей. Глава Самара Олег Фурсов выразил соболезнования родным и близким Владимиру Андреевичу Витиха. Он скончался на 77-м году жизни. Владимир Андреевич работал директором Института проблем управления сложными системами РАН. Его лекции зажигали в глазах студентов неподельный интерес к одной из сложнейших наук. Разносторонний человек, он всю жизнь оставался верным науке, музыке и Самаре. Профессор физолирики, так шутя его, называли близкие друзья. Являясь советником главы Самары, он принимал активное участие в решении важнейших для города проблем. Будучи близким другом Эльдара Рязанова, Владимир Андреевич был одним из инициаторов создания в Самаре музея, посвященному великому кинорежиссеру. А вот о каких событиях наши журналисты расскажут в следующих выпусках. Подготовка на земле, прыжки в тандеме. Спортсмены сборной России по парашютному спорту проводят мастер-класс для юнормейцев. Нагрянули с проверкой, силовики искали нелегальных мигрантов в ларьках на Старозагоре. Новые лица старой команды, крылья советов определяются составом. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА